Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если боишься пауков. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрач и Энтони, и сегодня у нас погоня на здоровенном пауке. Привет всем, господа хорошие. Короче, ребята, мы решили выключить звук, потому что данный паучок очень сильно шумит, и, в принципе, другие звуки на его фоне не слышно, поэтому наслаждайтесь музыкой, и, в принципе, я думаю, что это никак не испортит. Вы посмотрите просто на эту Харю. Господи, какой он страшный, на самом деле. Да, это самый опасный паук в Лего Сити, ебси. Как там, вроде, самый смертельный паук в мире, чёрная мамба или чёрная вдова? Не, чёрная вдова. А это Лего чёрная мамба. Вдова, вдова. Мамба это змея, а вот чёрная вдова это паук. Но, хотя, конечно же, это робот, но, тем не менее, он очень-очень злой и очень опасный, поэтому, Антоха, короче, удирай, потому что я уже вышел. Так, ладно, надо довести свой песочек. Песочек? Зачем тебе песочек? Иди сюда, я высосу все твои истоки. Отвали от меня. Ух ты, слушай, а он только неплохой. Уродник и паучара. Он, кстати, паук-ховер, разработчик-красавчик, сделал довольно-таки неплохо, но, конечно же, как всегда, звук-звук это просто прям минус уши. Ну да-да-да, очень громкий паучок, поэтому мы решили его выключить. Слушай, я быстро тебя бегу, ты заметил? Эй, ты куда это? Я думал с тобой на перегонки, думал тебя обогнать. Сейчас паутину тебе сплету. Что ты делаешь? Что, все, не едешь, что ли? Алло. Что, ты приехал, что ли? Да нет, он просто разгоняется, видимо, так. Тогда я твою фуру пока съем. Кушай, кушай. Минус прицеп просто, ты видел, да? За считанную секунду я просто тебя залез. Так, короче, у паучка проблема с разворотами, но, в принципе, как и любой ховер, его колбасит. Хотя бы нормально ездить можем. Да. А, ты прицеп решил скинуть вообще, да? Да. Я понял. Кстати, паучок может плеваться, не знаю, паутиной. Это человек-паук, но это не точно. Да, да, да. Точно. Так, хорошо. Кстати, если попадет, то будет довольно-таки больно тебе, я чувствую. Так ты уже попал по мне разочек? Я по тебе перешел просто, а я в тебя еще не стрелял. Не, почему ты стрельнул меня прям? Только что, что ли? Ну, зачем? Вон там, когда я ехал, после того, как ты нашел на меня. Нет. Ну да, ты меня стрелил вон в кузов весь. Да? А я не заметил даже. Ну-ка, вот сейчас стреляю. Кос-помазал. Ну да. Слушай, такое себе управление, он очень сложный в управлении. Иди сюда вообще, алло, паук голодный. Не-не-не-не, я и так один прицеп уже потерял. Нахер ты нужен? Слушай, я брюхо паука смотрю, он вообще похож на какого-то пришельца-осминога. Ребят, вы видите эту морду зубами? Охренеть. Это что такое? Пришельц-осминог, черная вдова, кто еще там будет? Я не знаю, короче, это вообще киборги, наверное, захватчики какие-нибудь. Господи, что ты там делал? Что ты ходил там по зданию вообще? Ну, я в него зашел. Надо же куда-то яйца отложить. Так, хорошо. Да, господи, ну что ты такой неуправляемый? Довольно-таки сложное управление, но тем не менее, он очень прикольный. Ребята, лайкос, если боитесь пауков. Я вот, в принципе, пауков не боюсь, но у меня к ним отвращение прям. Да, вот пришла бы к тебе черная вдова, я посмотрел, как бы ты не боялся. Если бы такая пришла, я бы, наверное, просто в окно прыгнул. Проблема только в том, что я на втором этаже живу, и это не поможет. Она бы за тобой пришла. Я чувствую, что даже упасть бы не успел. Да. Ты сказала, Юрка, привет! Как тебе повезло только что, слушай. Меня? Да. Я не сумчик по жизни. И Рома, что она не парит над ямой, это было бы вообще имба. Так, давай, давай. План перехвата, я уже пробовал. Не парит? Не парит. Да куда ты стреляешь? Алло! Это был идеальный план, мать его, перехват. Просто идеальнейший. А ты, кстати, в курсе, что пауки как бы могут по плоскости ползать? Так что, если я на тебя сверху с задания упаду, то не печальтесь. А, ну начинается, начинается уже план перехвата там сидела. План перехвата. А что, есть же пауки, которые прыгают? Почему бы нет? Ну, тарантулы. Да? А ты что, знаком уже с ними? С тарантулами? Мы их ловили в детстве. Жареные паучки, все дела. Так, я сейчас тебе заказываю. Наливаешь в ямочку воды, и они выплывают. Господи, я тебе сейчас за каждого тарантула отвечу. Талантула. Кто ловил тарантулов, ребятки, плюсик в чат. Плюсик в чат или хэштег Энтони, мудак. Как можно пауком ловить, мудак? Мудак, конечно. Ты что, сука, 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 сука. Дядя, нормальный человек на паука не полезет. Я максимум этим, обычным паучкам в детстве лапки рвал. Это было детство. Это единственное занятие, наверное, надо охренеть. Я тарантула нахер бы свалил просто. Бутылку ловили. Бутылку. Да. Потом приходили и бабушки показывали. Ребят, напишите в чате, кто-нибудь занимался такой хернёй? Или это у меня скучное детство было? У тебя вообще ни о чём детство думаешь. Тарантулов не ловил. Господи, слышь, ты меня достал уже. Надо тебе чёрную вдову подослать. Она, кстати, да. Эй, алё, дядя, ты куда поехал? Слышь, ты откуда взялся? Эй, мы не договаривались. Ты мне надоел. Я видел тебя только что на другой стороне вообще. Я умею прыгать. Вот ты, сука. Тарантулов, говоришь, топил. Ты в детстве топил Тарантулов. Сейчас топлю себя. Так, господи, развернись. Зачем ты на здание пытался заползти сейчас? Да он этот, он, короче, ненормальный, он неправильный. А где ты вообще? Вот меня съел. О, вот он, вот он летаешь. Так, интересно, я тебя задавлю, нет? Ты меня убил уже. Ты живой ещё вроде? А, живой, да. Вон сидишь. О, побежал, побежал, побежал. Сидел, теперь сваливаю. От первого лица как тебе получилось? Охерит, ты здоровый просто, дядя. Ну, да ладно. Дядя, я ушатаю, я тебе отвечающее, братан. Один, один. Я тебя ушатаю просто, ну. Господи, но он тебя не убьёт, потому что это ховер. На, просто я тебя сейчас через себя бы переверну, понял? Ну, ты... На, на. А ты на мне, что ли? О, 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 не убивай так. Воу, ты меня откинул. Да, 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 я тебя лапами подкинул просто. Я тебе сейчас покажу битва с тараканом, сын. С тараканом. С пауком, с тараканом. Короче, бойтесь, я тебе, он... Я тебя сейчас вжатаю просто. Враг Тарантулов номер один. О, наконец-то, наконец-то. Господи. Короче, ребята, меняемся местами. Сейчас Антоха постарается поймать меня. Я, короче, тарантов не убивал, поэтому, как бы, у меня лично чёртов нет. Я опытный просто. По ловле тараканов этих мутантов. Тараканы мутантов. Ладно, ребята, продолжаем. Друзья, в общем, огромная ядовитая вдова вышла на охоту. И где же этот наша жертва-то, а? Я, короче, большой красный хот-дог. Хот-дог? Большой красный хот-дог. Ну, хана тебе хот-дог, ты в курсе? Нет. А что он летает-то у меня, алё? Дядя? Ну, он должен летать, это же ховер. Ховер-паучок? Нет, это я понимаю, а что он у меня... Как он поворачивает вообще, алё, дядя? Эй. Ой, привет, дядя! Дядя! Ты что, издеваешься, что ли? Прямо в центр попал, ладно бы в прицеп. Прямо в шатал тебя просто, иди сюда. Ну-ка на жопу нюхни мою. Ну-ка она... А что он... Как тебе такое, паучок, не ожидал? Ничего ты пукнул сейчас просто. Просто. Смотри, я сейчас яму вырою и воды налью. Сейчас я тебя поймаю. Господи, что-то он довольно-таки быстрый, и этот, в поворотах жёстко на нём. Кто? Вот этот фургончик. А, твой этот, красный? Ну, он ходуном ходит, короче, потому что я эту дырку сделал. Теперь я этот баланс нарушил. Колы в природе ядерный. Так, хорошо, я вроде выезжаю. Так, значит, паучок. Уезжаешь, я за тобой еду. Эй, уважаемый, ты куда? Да я как бы этот, на прогулке. Он вообще не устроил. Чё, мы не лежим? Ну, у меня вообще кабина твоя лежит просто. Ну, давай, нау, восстановлюсь. Давай, давай, давай. У меня всё хорошо. О, Господи, что происходит с твоим этим тарантасом, а? Ну, ты сам мне его сломал. Обалдеть. Ни хера он там просто дрифтит тарантул. Блин, минус. Да ладно, ты сейчас смотри, не стреляй, можешь попасть в кабину и меня убить. А почему не стрелять-то? Не надо так делать. Вообще, пауки на людей как бы не нападают. Вот чё, редко это бывает. Оп, оп. Понял? Я тебе нахер не нужен, успокойся. Почему он под землю ходит, я не понимаю? А, да он и сквозь текстуры лапами своими ползает. Так, ладно, надо держать его на весу, короче. Ух ты, ё, ё, по мать! Да ладно. Доброго, уважаемый. Да ладно, он ещё ей, кстати, но ты охренеть его разворотил просто, ты посмотри. Я вижу. Элитный прицепчик такой красивый, кстати, имба. Да блин, Господи, повернись ты тарант ул херов, но. Он, кстати, когда назад жмёшь, это такое ощущение, когда ты иногда быстрее ползает даже. Сырин, он не знает, куда назад, он меня почему-то под землю одними лапами уходит. Да вижу, я вижу. Как-то, да хорош тебе, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тихо. Ай. Сейчас мы подожди, мы на тебя упадём прям всё. Слышишь, я лечу. Ты видел, над ямой летел. Видел, но у меня другие проблемы, как бы. Чё? Слышь, а как меня остановиться на тебе? Смотри, он просто над тобой. Ну, пауки же лёгкие, будем считать, что на паутине летаешь. Обалдеть. Блин, мне надо подтащить как-то. Поезд едет, поезд, алё, быстрее. Сделай что-нибудь. Давай-давай-давай, поезд, сбивай его на веру. Я просто с задними основными колёсами на путях. О. Тихо, не ломай меня. Да, просто. Блин. Кстати, ну колёса остались вроде. Да ладно. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ай. Ещё едет, ещё едет хорошо. Господи. Господи, как тебе везёт-то, братан. Да что значит везёт? Ты видел мою машину вообще? Меня просто выбило через форточку. Я тебя и твою машину выбью нахер. Просто вшатал полностью тебя. Слушай, ну-ка, давай я вот так просто поставлю фуру тебе. Попробую её, короче, через неё пройти посередине. Просто пройди. Сейчас, наверное, наизнанку. Ну да, я, конечно, слышал, что пауки свою жертву не убивают, а, короче, там, тракализатор какой-то вкалывают, а потом высасывают все соки. До такой степени же. Короче, встань и выключи бессмертие, я со всей дурью в тебя врежусь. Посмотрим, что будет. Давай. Просто интересно. Не стреляй, а ты убьёшь. Так, окей. Ребята, просто реванш. Можно ли уничтожить этого паучка? Вот в чём вопрос. Бам! Бам! Да ладно! Короче, это какой-то взрывоопасный паук был. Господи, ты посмотри, осколки разлетелись по всему Лего Сити, просто даже за пределы города. Да, да, да. Посмотри, сколько деталюшечек-то, а? Ну да, это было эпично, между прочим. Очень даже, я не ожидал. По красоте, по красоте. Короче, ребята, такая была серия о погоне с паучком. Если хотите продолжение, либо ещё что-то своё, можете предложить обязательно в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на каналы. С вами был Юрич Энтони, и всем пока-пока. Пока-пока, ребят.